Высокое Преосвященство и Преосвященство, Преосвященнейший Владыка-Наместник, дорогие отцы, братья и сестры, в этот праздничный воскресный день, когда мы собрались в эту дивную святую обитель, в честь Святой Троицы, почтить память преподобного Сергия Игумена Радонежского, святейший патриарх Московский в Сеарусе Кирилл благословил мне преподать всем вам его первосвятительское благословение. Мы по традиции собираемся в эту дивную обитель для того, чтобы прославить Бога, даровавшего нам дивного подвижника преподобного Сергия Игумена Радонежского, чудотворца, который до сегодняшнего дня и верим до скончания века будет благословлять всех, кто будет приходить сюда, к этому живоносному источнику Святой Троицы. И мы, приходя сюда, кто-то приносит свои слова благодарности Богу, кто-то просит у преподобного молитв пред престолом Божиим, кто-то приносит сюда скорби, печали, страдания, кто-то исповедует свои грехи, но здесь происходит преображение человеческой души. Никто не остается равнодушным, кто входит в эту святую обитель. И это не случайно. Здесь подвизался дивный подвижник преподобный Сергий. Он здесь преобразил свой внутренний мир. Он своими молитвами и подвигами осветил эту землю. Он стяжал у Бога особый дар – благодать Святого Духа – помогать всем, кто будет сюда приходить к этому живоносному источнику. И сегодня очень знаменно и знаково мы слышали евангельское повествование о том, как один сотник обратился ко Христу с просьбой исцелить своего слугу. И Господь по вере этого человека исцелил его слугу. По вере совершается множество событий в жизни каждого человека. Но, как звучало сегодня от пропоредника, вера – это особый дар Божий, который нуждается в постоянном возгребании, нашей молитве, обращению к Богу, в чтении Священного Писания и в исполнении заповедей Господней. Преподобный Сергий явил нам яркий пример искренней веры, надежды на Бога. И здесь он совершал подвиг молитвы, труда, борьбы со своими внутренними страстями. А наступил такой момент, когда его брань стала не только против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. И Богу содействующим он прошел через это испытание. И до сегодняшнего дня он подает всем верующим, приходящим сюда в эту святую обитель свою помощь, которую Господь не спасает нам, верующим в Него, через дивного подвижника преподобного Сергия. И мы будем продолжать приходить сюда, черпать здесь силы духовные для нанесения нашего жизненного креста. И по молитвам преподобного Сергия пусть Господь укрепляет в нас веру, пусть Господь укрепляет в нас надежду на Бога, а мы будем помнить слова, с которыми обращается Церковь в дни памяти святых подвижников Церкви Русской. Русь святая, храни веру православную, в ней же Твое утверждение. И мы, если сохраним искреннюю веру в Бога, если мы сохраним единство нашей Церкви, если мы будем хранить память наших подвижников благочестия, Господь будет хранить и нас, и наше Отечество, и Русь святую православную во веки веков. Аминь. С праздником всех, братья и сестры! Всех причастных от меня поздравляю с принятием святых христовых тайн. И желаю, чтобы они послужили каждому из нас во здравие тела и во спасение души. Спаси, Господи, всех вас за ваши святые молитвы. С праздником! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!